Финансово-экономический блок Кабмина, подкрепленный руководством НБУ на этой неделе в Вашингтоне. Там проходит ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. И вроде бы это просто ритуал. Каждый год примерно одни и те же люди говорят примерно об одном и том же, хоть и в очень важных для финансового мира интерьерах. Но для таких стран, как наша, все иначе. В Вашингтоне сейчас министр финансов, первый замминистра экономики и оглавы Нацбанка. От результата встреч украинских чиновников зависит многое. Как минимум, судьба очередного транша. А это почти 2 миллиарда долларов. Но дело не только в деньгах. Сам список требований западных кредиторов – это тоже предмет для переговоров. Летом удалось снять один из самых болезненных вопросов – земельную реформу. Ее от Украины в фонде пока не требуют. Зато хотят от нашей страны гораздо больше активности в приватизации и конкретных результатов в виде приговоров в борьбе с коррупцией. Может ли Украина получить новый транш без выполнения этих двух пунктов? Возможно, об этом тоже будут говорить в столице Соединенных Штатов. Но вот что забавно. Пока чиновники пытаются получить хоть какой-то новый кредит на Западе, мимо госбюджета проходят огромные деньги. Причем внутри страны. Целые отрасли у нас процветают ведь подпольно. Например, и горный бизнес. Официально он под запретом уже 8 лет. Но вот в одном лишь Киеве за неполный нынешний год выявили уже больше тысячи нелегальных казино. А работают они по всей стране. Почему государство безнадежно проигрывает в подпольной игре? И какую прибыль может принести Украине легализация азартного бизнеса? Разбиралась любовь кукла. Этот боевик с азартным сюжетом сняли в Днепре. На днях группа активистов пошла в бой с однорукими бандитами. Устроили райд по нелегальным казино. А это видео в том же месте, но в другой час. Сейчас здесь совершенно иная картина. Компьютеры не работают. От клиентов и след простыл. Я здесь не работаю, я вам отвечаю. Вы же говорили только что, что вы начальник. Чего? Наркобизнес, а не чего? Бизнес хоть и не нарко, но тоже незаконный. Да и зависимость вызывает такую же. Нелегальных казино под вывесками лотереи или интернет-клубов в Днепре, как и в любом другом городе Украины, сотни. И выиграть в борьбе с ними невозможно. Ведь все казино под надежной крышей. Да, приезжают полицейские, приезжают следственные оперативные группы, изымают. Но на следующий день аппаратура вся возвращается обратно. Каким способом? Для нас это стаёт покрыто тайным раком. Но у нас есть предположение и некоторая информация, что недобросовестные сотрудники полиции за некоторое вознаграждение возвращают обратно всю технику игровую. А это оперативка из Закарпатья. Там за крышевание игорного бизнеса задержали местного прокурора. После чего генпрокурор Юрий Луценко заявил, азартные игры нужно легализировать. Все, кто хочет заниматься игральным бизнесом, прошу до лицензии. Я не против, насправді, такого вида бизнеса. Але будь ласка, лицензию, податки, официальные звиты в Минфину, іншого не можно допустити. Я не буду закрывать очи и іншим не дам на функционирование игральных закладов поза законом. Но пока основная игра идёт как раз вне правил, а украинские правоохранители живут широко закрытыми глазами уже почти 10 лет. Ведь азартный бизнес в стране запрекили ещё в 2009-м. Но игру никто не остановил. Просто все расклады успешно перевели в тень. И у игорной мафии на руках Royal Flash. Всем ли закон писан, мы решили проверить лично. И для полноты образа, я даже сменила имидж. И вместе с коллегой под видом двух подруг отправляемся попытать удачу и сорвать куш. Здесь приглашают поиграть в лотерею. Но на столах обычные компьютеры. А на экранах барабаны одноруких бандитов. Мы всё снимаем на мобильной. Открытой камере тут были бы мягко говоря, не рады. Мне, к сожалению, подфартило не сразу, чтобы поиграть требуют документы. Поиграть хотели. Документы. Нужно показать? Что же они в тебя нет? А что там уже есть 18? Ну, у нас просто руководство. С тобой нет, к сожалению. В результате верят на слово. И я в игре. Пошло, пошло, пошло. Наташка, мы сегодня с тобой будем просто миллионеры. Не смотри. В копейках. Но в итоге мы в проигрыше, а подпольное казино выигрышем. Как видим, подобные горные заведения буквально на каждом шагу. Вот одно, а вот сразу же второе. И несмотря на конкуренцию, казино работают и даже очень успешно. Не себе в убыток. Но эти игры для простых смертных, для богатых вид игроков открыты двери настоящих подпольных казино. С зеленым сукном, покером и блэкджеком. Попасть в круг избранных, правда, сложно, ведь там своих клиентов знают по лицу. Несмотря на запреты, продолжают работать и букмекерские конторы. Но свои офисы из Реала они успешно перевели виртуал. Но чаще всего попытать удачу предлагают именно в интернете, так называемые легкие деньги. Делаешь ставки, получаешь выигрыш, даже не выходя из дому. Дорогие вип-казино в подполье, замаскированные однорукие бандиты в спальных районах или интернет-букмекеры. Пока они в безусловном выигрыше, ведь все их доходы текут мимо государственной кассы, в карманы игорных королей. Только от возобновления деятельности казино бюджет бы получил около 2 миллиардов гривен в год. Текгорному бизнесу в мире подходят по-разному. Под полным запретом азарт в арабских странах. В консервативном Китае казино работают только в районе Макао, который называют азиатским Вегасом. А вот в Канаде, Греции и Швеции можно играть где душа угодно. А Монако, благодаря казино Монте-Карло, почти полностью наполняет бюджет. В Верховной Раде есть законопроект о легализации игорного бизнеса, ведь это неплохой способ наполнить казну. Но пока украинские политики игру не начинают. Любовь Кукла, Сергей Дубинин, Елена Миндалюк и Евгений Коденцов. Подробности недели. Телеканал Интер. Кстати, в том же МВФ давно предлагали Украине легализовать игорный бизнес. Но наши политики не нашли времени и сил для того, чтобы принять такое решение. Теперь вот об этом заговорил генеральный прокурор Юрий Луценко. Может быть, хотя бы к нему прислушаются. Давайте обсудим это с Оксаной Продан, народным депутатом и одним из самых интересных украинских экономистов. Оксана, я вас приветствую. Спасибо, что присоединились. Скажите, известны ли вам примерные оценки тех потерь, которые несет государство, не получая соответствующие налоги, сборы, пока этот бизнес находится в подполье? Если не рассчитывать податки, которые касаются людей, которые работают в бизнесе, и говорить только о податках на прибыль, то Министерство финансов, когда вносило в Верховную Раду проект легализации игрального бизнеса, говорило о 5 миллиардов гривен, которые недоотримует государственный бюджет. 5 миллиардов, которые сегодня остаются в распоряжении практически нелегальных операторов. А вы верите в то, что игорный бизнес могут легализовать в ближайшее время? Однозначно легализуют, потому что не бывает такого, чтобы государство добровольно отказался от огромных отходов до бюджета, когда в бюджетах нет денег. Мы идем в Европейский Союз, мы в Украине имплементуем европейское законодательство. И, в принципе, с 2015 года Европа имеет общую директиву, которую руководят все страны Европы. Ни где нет забороны, скрозь есть легализованный бизнес, но по-разному он работает, по-разному сплачивается податок. То есть податок от специального дохода, потому что игровый бизнес – это не производство, это не торговля, это абсолютно специфический бизнес. Оксана, но пока все равно сложно понять, почему тогда игорный бизнес до сих пор не легализован. Что этому мешает? Вот смотрите, европейские директивы есть, миллиарды гривен почти на ровном месте государство может заработать. Почему нет на сегодняшний день? Ну, на самом деле, с 2009 года, когда было принято законодательство про заборону игрального бизнеса, остался легальным только лотерейный бизнес, все иное поза законом. После того, как был выбран действующий склад Верховной Ради, до парламента внесено 10 законопроектов. И урядовые, и депутатские законопроекти, которые разным образом предлагают легализовать игральный бизнес. Одни создадут инициаторы законопроектов, создадут условия для любого бизнеса, регулируют и игральные автоматы, и букмекерскую деятельность, и казино, абсолютно все. И дают возможность развития и развития такому виду бизнеса. И другие инициаторы законопроектов максимально обмеживают вообще существование игрального бизнеса в Украине. И у нас в профильном комитете податков и митной политики было створено рабочую группу. И рабочая группа отработала какой-то законопроект, мы работали его до определенного этапа. Но кинцевой редакции так и нема. Очевидно, что разные интересы и, с одного боку, операторов, и, с другого боку, желание получать максимальное подходение к бюджету. Но самое главное, до чего мы не пришли, это то, что часть депутатов считает необходимым легализовать и дать доступ, открытый, до игрального бизнеса. Другая часть депутатов максимально обмеживает доступ, потому что мы помним с вами, что у нас было. И, в принципе, и остается, но не таким открытым, как была беда с игральными автоматами. Ну понятно, Оксана, я резюмирую. Ситуация, к сожалению, до боли знакомая. Пока политики спорят, государство просто теряет деньги. Спасибо вам. Оксана Продана отвечала на мои вопросы. В эту среду вступила в силу пенсионная реформа. За нее Кабмин боролся почти год. Это решение можно разделить на две части. То, что касается будущих пенсионеров, и то, что должны почувствовать пенсионеры нынешние. Прибавка к выплатам была обещана большинству из почти 12 миллионов украинских пенсионеров. Кто и сколько получил по факту? Довольны ли люди новыми суммами? И вообще, успели ли чиновники правильно пересчитать пенсии для всех тех, кому должны были это сделать? Наверняка, именно такими будут главные вопросы следующей недели, когда деньги дойдут до всех наших граждан. И мы обязательно постараемся выяснить правдивые ответы на эти вопросы. Впрочем, уверен, точно тем же будут заниматься и в правительстве. Если уж Владимир Гройсман назвал эту реформу одной из главных своих задач на посту премьера. На следующей неделе обязательно обсудим. Для меня особисто это было с правочистой. Розпочатый процесс восстановления справедливости. И тогда, когда я говорил про то, что если пенсионные изменения не будут проведены, и люди не смогут получать увеличение пенсии, я пойду в отставку, я не жартовал. Я не хотел и не хочу працювать у владе, яка байдужа до проблем людей. Поэтому я рад и потому, что нам удалось принять надзвичайно важливое решение. Мы будем идти дальше.